Девушки отдыхают Этот шрам, это выражение лица, они идеальны Ты хочешь от меня чего-то определенного или просто восхищаешься моей красотой? Восхищаюсь, восхищаюсь и жажду Ты такой грозный, такой мужественный Если ты пытаешься уговорить меня на свидание вечером, ничего из этого не выйдет Вечером? Невозможно! Для портрета необходим дневной свет Портрета? А как иначе? Твой портрет-анфас в полный рост на фоне лучшего пейзажа во всем Тусенте Попозируй мне! Само собой, за работу ты получишь достойную плату Ладно, но времени у меня немного Абсолютно, абсолютно! Мы лишь прогуляемся немного На холмы, за городом Идеальный пейзаж станет достойнейшим обрамлением твоей нетривиальной физиономии Ну, двинулись Я только заберу из мастерской мольберты и подрамники Встретимся около полудня у западных ворот, недалеко от дворца Оттуда и отправимся Красивая мелодия Вима! 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 Хамьё повсюду! Вима! 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 В Труд облагораживает, а лень делает чисто. Свет сейчас неподходящий. Возвращайся около полуды. Я пришел. Идем же. Мы как раз застанем самый лучший свет. У нас выйдет великолепная кьероскура. Пойдем. Чего не сделаешь ради искусства. Лучше поехали верхом. Так быстрее и удобнее. Мое полотно, горлица над соцветиями бурьяна, висит в княжеском дворце. Чучело, добытого мной куролиска, висит там же. И не исключаю, что набили его соцветиями бурьяна. У меня когда-то была кисть из перьев куролиска. Лучшая кисть для тэнкера. Но я ее лишился. Кот стащил. На что коту кисть? Чтобы писать картины, разумеется. Я же говорю, великолепная была кисть. И дорогая. Кот пишет картины? Картины. Бездарную мазиню он пишет. Только и умеет, что копировать тех, кто талантливее его. И копирует, надо сказать, прескверно. Кот? Анри Детелус Ван Кот. Ничего странного, что ты о нем не слышал. Посредственность и наглесть. Дальше пойдем пешком. Милостивые господа, прошу прощения, что осмеливаюсь. Вы не видели поблизости набора кистей и красок? Евгения! Сдается, этот человек чего-то от нас хочет. О, краски и кисти. Я тут все приготовил. Со всей определенностью мы не видели здесь никаких ремесленных орудий. Что-то не так? Все не так. Не могу же я писать без красок. Это конец. Разве что ты их сумеешь отыскать. А с собой у тебя красок нет? И заменить их нечем? О, ты что, предлагаешь мне рисовать эскизы углем? Я же не дикий зверь. Ах, хрен с тобой. Говоришь, оставил их где-то здесь? Ровно на этом месте. У меня тут было все так дивно приготовлено. Может, с холма скатились? Ладно. Я считаю, что жизнь подражает искусству, а не наоборот. Верно, Фингал. Возьмем, к примеру, барона де Корпелли. О, да. После этой пьесы. О, да. Возьмем, к примеру. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Замечательно. А где они были? И это все, что ты нашел? Красок было больше. Нужно было лучше смотреть за своими вещами. До них добрались накеры. По следу краски я попал в их пещеру. Они нарисовали твоими красками фреску на скале. Что-то вроде батальной сцены. Это невозможно. Это невозможно. Набрызгали на стену только и всего. Но ничего. Главное, основные цвета уцелели. Пойдем. Я пока ждал тебя, присмотрел получше холм. Оратор из меня никуда дышит. Я говорю своими картинами. Нам фантастически повезло с погодой. И свет идеальный, абсолютно. И долго ты собираешься творить шедевр? Часов шесть, не больше. Дольше солнца все равно не позволит. Но время пролетит незаметно. Поболтаем немного. В таком случае я приму эликсир. В литургическом сне время проходит действительно быстро. Болтать не обязательно. Нет, 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 нет. Необходима соответствующая поза и выражение лица. Живой проникновенный взгляд. Литургический сон исключается. Уверен? Ты мог бы назвать свое плотно «Ведьмак, лежащий без чувств в соцветиях бурьяна». Шутишь? Остроумный ведьмак. Плотва не так быстро! Ну что, пришли? Да. Замечательный вид, лучше некуда. Идеальный фон для нашего шедевра. И правда красиво. Интересно, почему сюда никто никогда не приходит. А пока подумай, в какой позе тебя увековечить. Ага. Подумаю. Так, отлично. Все готово, можем начинать. Ты уже придумал, как будешь позировать? Я лягу. Ну, хоть вздремнуть успею. Свежо. Правильно. Герой возлежит, опершись на локоть. Устремивший взгляд вдаль. И отдыхает после битвы. Тушку какого-нибудь грифона добавим позже. Разумеется, любой сон полностью исключен. Это мы уже выяснили. Скажи, мой друг, мне начинать, или ты все же предпочтешь более динамичную позу? Попробуем что-нибудь еще. Может, я просто встану? С мечом. Великолепно. Поза героическая. Как я мог подумать иначе? Отважный герой с обнаженным мечом. Атакует. Атакуй, пожалуйста, вон ту вербу. Мы ее позже заменим на грифона. Прошу прощения. Я могу начинать? Или ты хочешь изменить позу? Давай, начинай. Сделай, пожалуйста, то самое выражение лица, которое у тебя было, когда я предложил тебе позировать. Этакая гримаса бешеного, брыкающегося. Муфлона. Отлично. Да. А теперь не двигайся. Долго еще продлится это рисование? Недолго. Совсем недолго. Мы все равно уже теряем свет. Прошу тебя, не меняй положение головы. Постараюсь. А еще постараюсь запомнить, что художникам верить нельзя. А, грифон! Да, знаю. Ты его позже пририсуешь. Да нет же! Грифон! Иди и спрячься! Ой, мамочка моя! А-а-а! А-а-а-а-а! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже можно вылезать? Да, тебе ничего не грозит. Теперь ясно, почему сюда никто не приходит. Это охотничье угодье Грифона. Фу, эта тварь меня насмерть перепугала. Ну, не насмерть. Ты жив, и в первую очередь потому, что выбрал в модели ведьмака. А что с картиной? Цела. Но сейчас я ее показать не могу. Никогда не демонстрирую публике неоконченных работ. Можешь взглянуть на нее завтра, в это же самое время. Она будет выставлена на рынке. И огромное же бестие. Может, и Грифона запечатлень? Ну, давай, Ио, портрет на фоне падали. Интересная палитра красок. И эти текстуры чудесно. Полный восторг. Восторг! Допишу его позже в моей мастерской. Я как раз видел хорошую иллюстрацию в энциклопедии Максима Мунди. А то этот уж больно изрублен. Ну, никуда не годится, честно говоря. Хорошо. Мне этого хватит. Детали доработаю потом. Впрочем, свет мы все равно упустили. Видишь, уже темнеет. Вот, твоя плата за позирование. Ну, и благодарю за спасение. Спасая меня, ты спас также и свой образ. Для грядущих, так сказать, потомков. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Любимец сиятельный флаги. В Баклере все спокойно. Вы заказали себе новое платье к фестивалю вина? А также прекрасное платье из оранжевого шелка. А также прекрасное платье из оранжевого шелка. Субтитры создавал DimaTorzok Доброе утро! Доброе утро! Продолжение следует... Продолжение следует... Я не помню, чтобы я раздевался перед тем, как позировать. И кое-какие мелочи не согласуются. Воображение – вот главный инструмент художника. То же самое я слышал от одного поэта. Он тоже любит приукрашивать и выдумывать. А не хотел бы ты купить у меня эту картину? И знаешь что? Я продам тебе ее по особой цене. Что скажешь? Ха, Нуин. Высокого ты о себе мнения. У меня нет столько денег. Ну не страшно. Вернешься, когда будут. Хотя я не могу гарантировать, что тебя кто-нибудь не опередил. Да, надо было вызывать. А рыцари-то на что я вас спрашиваю? Ведьмак! Приветствую. Бьюсь об заклад, ты вернулся за картиной. Да? Почему бы и нет? Очень интересный сувенир. Хотя цену я бы не назвал доступной. Хо, понимаю. Видишь ли, мало кто сумеет оценить мою технику. А потому мне нередко приходится недоедать. Хм. Ну, так и быть. По крайней мере, только я смогу решать, кто его увидит. Субтитры сделал DimaTorzok